Привет, бьюти! Сегодня у нас по-настоящему классное видео, две вещи. Во-первых, я вам расскажу про 5 моих топ-средств, которые вы можете купить менее чем за 500 рублей. И во-вторых, у меня для вас конкурс! Итак, да, сегодня я вам расскажу про 5 средств, которые можно купить менее чем за 500 рублей. Ну и второе, самые внимательные бьюти, самые настоящие клан-блан, разгадавшие 5 моих загадок, получат 5 призов. В смысле, 5 продуктов в подарок. Так что у нас сегодня 5 средств за 500 рублей и 5 продуктов, которые вы получите тогда в 5 загадок. Давайте, наверное, с загадок и начнем. Каждую неделю я показываю, рассказываю вам всякие лайфхаки, делаю с вами какие-то макияжи, советы, тестирую какие-то продукты в конце концов. И я думаю, что настало время потестировать вас, самых настоящих бьюти, на вашу внимательность и знания. Совместно с сайтом make-up.ru мы придумали конкурс, в котором я вам загадаю 5 средств, моих любимых бьюти-средств, и вы должны будете их отгадать. Первый, кто отгадает, получит эти 5 средств. Для того, чтобы выиграть, нужно быть зарегистрированным на сайте make-up.ru, потому что именно так вы узнаете правильный ответ, и, конечно же, победитель себя узнает. Ссылочка будет в описании. Зарегистрироваться очень просто. Перейдите по ссылке, заполните форму, зарегистрироваться можно с помощью какой-нибудь вашей соцсети, типа Инстаграма, Фейсбука, ВКонтакте. Заполняйте email, и все. Угадывайте 5 бьюти-средств, которые я вам загадала, сейчас я намекну про них, и пишите название этих средств мне в комментарии под видео. Первый, кто написал, собственно, эти средства и выиграют. Короче говоря, конкурс на знания и на скорость. Так что поехали к подсказкам. Первый продукт это жидкая матовая помада, текстура которой прикрывает все шелушения и все трещинки на губах, создает комфортное, гладкое, а главное насыщенное покрытие. Я очень часто использую ее в последних видео, и у нее есть прекрасный аппликатор, но несмотря на то, что наносить ее нужно сначала на контур, потом исполнять цвет, я делаю это своим немножко странным способом, с помощью кисти. Второй продукт для самых компактных косметичек. С одной стороны у него светлый кремовый стержень, который высветляет кожу, а с другой стороны самый настоящий бронзер, также кремовый. С помощью него легко можно подчеркнуть скулы, выровнять форму носа, подбородок подчеркнуть и так далее и тому подобное. Третий продукт это новая тушь для тех, кто любит очень аккуратные и ангельские ресницы. Нанесение для туши даже в один слой сделает ваши ресницы очень объемными, но при этом неестественными. Далее тинты для губ, между прочим, бестселлеры, с очень удобным аппликатором, бархатистой текстурой и аж 12 оттенками на выбор. Кроме того, этот тинт отлично подходит новичкам, потому что переборщить с ним, ну, практически невозможно. И последнее это тинтед мостерайзер, увлажняющее средство с пигментами для выравнивания тона кожи, которое отлично помогает создать естественное и легкое покрытие, также без эффекта маски. Ну вот, собственно, и все подсказки, так что регистрируйтесь быстрее и пишите в комментариях под этим видео название всех этих пяти продуктов, которые первый угадавший и получит. Я буду мониторить все ваши комментарии и ждать, кто же первый отгадает все правильно. Ну а теперь давайте перейдем ко второй части видео. Я вам расскажу про пять продуктов, которые вы можете купить дешевле, чем за 500 рублей. Настоящие мои любимые продукты. Первое, с чего я начну, это новый, новая тональная основа Fit Me от Maybelline. У меня на самом деле есть два оттенка, сотый и 110, и 110 я купила, пока я каталась по Италии. Я увидела, сделала, вау, я не видела такую штуку у нас на полках, я должна это взять. И быстро прихватила, и представьте, мое маленькое, ну, чуть-чуть разочарование, когда я приехала в Россию, и через две недели они появились у нас на полках. С другой стороны, я не разочаровалась, потому что тональник мне на самом деле нравится. Тональная основа матирующая, и также якобы скрывающая поры. Ну, с порами у меня особо проблемы нету, матирует он, правда, очень хорошо. Из последних, из того, что я пробовала, по-настоящему понравилась. И стоит она, сейчас скажу, чтобы точно, у меня здесь есть вкладки, чтобы называть вам цену. Стоит такая тональная основа в районе 300-325 рублей. Следующий продукт у нас для глаз, а именно Jambai Pencil от NYX. У меня он в оттенке Rust Rule 619, на всякий случай, говорю, если кто-то будет спрашивать. Стоит они в районе 400-430 рублей. Очень удобно, особенно в путешествиях, скажем так, предмет макияжа, потому что ты можешь как растушевывать ее кистью, так и пальцем нанести чуть-чуть, нанести побольше. Любая абсолютная интенсивность, он хорошо наслаивается, хорошо растушевывается, носится отлично, он не скатывается. Короче, по-настоящему крутая штука и очень простая. Если вы не любите никакие кисти, то просто начерпали себе на глаз, вот так вот растушевали, и все, вы красавица, вы восхитительны, у вас офигенный смокий айс, если взять чуть более темные тюрьки. Подводка Liner от Maybelline. Она в форме фломастера. Я, в принципе, обожаю маркеры подводки фломастерные. У меня как-то не злаются отношения со всякими подводками в баночках или таких вот с кисточками. Ну, не знаю, не нравятся они мне. Не создают они настолько прикольную стрелку, как, я считаю, как создают фломастеры. Другое дело, что у фломастера бывают, скажем так, сложные в ношении, они очень часто осыпаются, но этого фломастера это не касается. Он отлично держится, стрелочка держится сколько вам надо, пока вы ее не сотрете. Так что реально классные. К тому же вы можете с помощью такого фломастера делать стрелку любой толщины, то есть если повернуть вот так, она будет тонкая, если повернуть вот так, у вас будет толстая стрелка. Ну, и из-за очень прикольного вот этого вот аппликатора удобно создавать, в принципе, стрелку любой формы. Мне кажется, для новичка будет очень удобно. Штука стоит, а он 380, где-то так. Следующая, конечно, немножко не так далеко уходит от глаз. Это файбер для бровей, я его использую постоянно, просто это уже вторая упаковка. У меня он в оттенке Dark Blonde. Я недавно открыла, что блондинистые брови на моем лице. Мне как-то нравится намного больше, чем коричневый, или до этого я вообще использовала Dark Brown. Я не знаю, как-то это более естественно, натурально смотрится, возможно, все-таки, потому что я блондинка. Вау, неожиданно. Не правда ли? И стоит он... Так, где? 370 рублей. Он не просто так филер, файбер, точнее файбер, филер наоборот. Здесь, ну не знаю, это выглядит так, как будто здесь не только тушь, но еще какие-то волоски. Видимо, он накидывает этих самых волосков вам на брови и в итоге создает более густой, скажем так, конечный эффект. Как я сказала, я не могу на себе попробовать. Наверное, это так. В любом случае, штука мне нравится, она отлично держит брови и держит их в течение всего дня. Именно такими уложенными, какими я их сделала, допустим, утром. А это очень серьезно, потому что мои брови тяжелые и не каждый продукт, я уже замечала, их держит в течение всего дня. Следующий продукт для губ. Мой любимый, вы его видели в каждом видео, в последнем, мне кажется. То есть я в каждом видео наносила себе на губы какой-нибудь сетипомат. У меня, на самом деле, они... Да, есть все, каждый оттенок из всей коллекции. Это лореалевский липпейнт. В некоторых магазинах я видела, что он стоит 499, так что 500. В общем, укладываемся. Офигенная штука, она выравнивает губы. Особенно это мастер для моих губ, потому что они вечно сухие у меня. Каждый раз, когда его у меня в комментариях спрашивали, что у меня на губах, это была какая-нибудь из этих вот помад. Чаще всего я использую Голливуд Бэш, который 201, хотя в последнее время, допустим, сегодня, и мне понравился Gone with the Nude 101. Такой. А, и к тому же они разные. Есть матовые, а есть лаковые. Но, честно говоря, разница финишная у них небольшая. Не знаю, я как таковую не замечаю. Ну и, собственно, это все мои топ-5 менее чем за 500 рублей, ну или, как в последнем случае, четко за 500 рублей. Так что на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось такое родное видео. Напишите мне в комментариях, если хотите видеть, в принципе, время времени какие-нибудь топ-5 за 500 или за 300 рублей. В общем, про продукты, которые можно купить за небольшие деньги, но очень хорошие продукты. Я с вами поделюсь еще. У меня есть еще на заметочке несколько. И, конечно же, участвуйте в конкурсе. Я по-прежнему буду ждать ваши комментарии. Кто первого гадает, мне очень интересно. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться, если вы до сих пор этого не сделали. Если же вы подписались, то в описании есть еще ссылочки. Вы можете подписаться на мой инстаграм. Я там время от времени всякие сториз записываю с косметикой. Просто забавные сториз. Фоточки выкладываю. Ну, короче, все такое. Ну, а если вы подписаны везде-везде-везде, можете кликнуть на колокольчик, как это сделала Леся и прислала мне скриншот того, что ей приходит оповещение первой мне в инстаграм. Спасибо тебе, мне очень приятно. Вы можете кликнуть на колокольчик и точно так же прислать мне скриншот. И, возможно, именно вы попадете вот сюда в следующий раз. Ну, а пока. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!